всем привет с вами снова я у меня клевое настроение и я как всегда снимаю видео и так что за таблетки что за витамины я пью за день и мое отношение к этому мои приоритеты каждое утро из едой довольно большую горсть всяких витаминов и таблеток и я подумала надо снять видео для своих подписчиков чтобы развлечь их фармацевтически что ли или сделать для кого-то очень полезное видео или очень но в общем-то поехали и так у меня наступает утро и что я делаю сразу же после пробуждения я пью эутерокс это таблетка с гормоном щитовидной железы у меня аутоиммунный тиреоидит и это аутоиммунное заболевание которым я узнала несколько лет назад и теперь я каждое утро за час до еды я пью этот гормон чтобы в общем а щитовидная железа не разрушалась дальше и в общем то это на всю жизнь мне придется это делать каждый день до конца моих дней вместе с гормоном щитовидной железы я принимаю тролл это в данный момент потому что я после оперативного вмешательства и мне назначали сильно антибиотики и я должна как-то поддерживать свой кишечник чтобы не нарушалась микрофлора и чтобы его иммунитет кишечника не пострадал в общем интерол сказал врач помогает ну как бы я не знаю я не буду вам советовать все равно проконсультируйтесь потом я завтраку это вы уже видели и что там у меня происходит назад кстати вам надо снять видео про мои завтраки варианты может быть это тоже будет круто так и далее я ем и после того как я поела я создаю конкретную горсть раньше я ела перфективы и мне было этого достаточно возможно я к нему еще вернусь но сперва я должна пропить курс того в честь я там напридумывала и сейчас я о нем расскажу итак после еды утром я выпиваю две таблетки глюкозамин кондрактин это такой препарат который стимулирует восстановление хрящевой ткани кто-то говорит что это работает кто-то говорит что это не работает я поняла что на мне это срабатывает потому что где-то через недели три после начала приема если вдруг у меня болят суставы именно у меня болят колени я понимаю что у меня боль проходит она каким-то чудесным образом воздействует на мои хрящи и не позволяет ему болеть аллилуйя в общем как будто бы делают ваш сустав моложе и хрящевая ткань она не так быстро разрушается как антиоксидант для хряща считаю что это очень важно потому что качество суставов и их молодость это молодость всего организма это будет побочное действие от него кожа она улучшается она становится более подтянутой но это только спустя месяца три приема да его надо очень долго пить если вдруг кто-то задумался что ему нужно пить такие препараты обращайте внимание на то чтобы глюкозамин и хатоксин были в одинаковой пропорции один к одному или совсем незначительно отличалось их соотношение к сожалению перорально такие препараты плохо усваиваются только процентов 20-30 из того что вы съедите усвоится далее очень похожи по действию это коллаген первое третьего типа именно коллаген 1 3 типа направлен на кожу волосы зрения в общем это незаменимая добавка для тех кто стареет я старею поэтому я пью что такое коллаген коллаген это такой можно сказать белок который поддерживает структуру и гибкостью нашего тела и с возрастом коллагена в организме начинает вырабатываться все меньше и я решила помочь своему организму вырабатывать больше этого витамина ну в общем две таблетки утром я съедаю вот этого коллагена очень хорошо и контрактив и коллаген работают в паре с витамином c в общем с витамином c я так поняла все классно работает поэтому просто ешьте витамин c и не ошибетесь если вы вдруг противник этого пить апельсиновый сок или есть черную смородину еще из шиповника очень быстро усваивается витамин c так но мы же говорим про таблетки поэтому если вы смотрите это видео значит вы уже как бы на игле так вот что про коллаген коллаген не имеет ни вкуса ни запаха он просто помогает вашему собственному коллагену прожить дольше ну совсем маленький процент того чтобы вырабатывался новый то есть это совсем незначительная добавка антиоксидантная считается поэтому я пью ну как видите я что-то задумалась о возрасте и так еще две капсулы то 4 набирается жмелька да потом я беру еще две капсулы но уже другого препарата этот препарат для вен мне кажется у меня есть небольшая проблема с венами с судами поэтому я решила попринимать этот препарат в против филактически можно так сказать целях чтобы дальше не ухудшалась когда я занимаюсь зале у меня очень сильно венозная вот эта сетка не только в зале часто к вечеру у меня уже начинают сильно проступать вены даже на лбу и я становлюсь похоже на кота не знаю флингенштейн что плюс у меня какие-то полопавшиеся капилляры некоторых мест поэтому я решила немножко укрепить свои сосуды вены в общем помочь я читала что действующее вещество диасмин оно как раз помогает очень хорошо помогает тем более посоветовалась с врачом и я это все заказала на афер если кто-то вдруг ну не знаю по каким-то причинам не хочет ждать можете пойти в нашу аптеку но в нашей аптеке аналогичные препараты стоят значительно дороже ну в общем как я уже говорила я не люблю переплачивать это все еще утренние уже 6 таблеток накопилось следующая таблетка это одна капсула триавит что там содержится витамин c витамин е также там содержится силен какие-то дрожжи и все а еще бета-каротин вообще желательно всякие вот эти жирорастворимые препараты 5 на ночь но я чтобы не забыть в общем всегда пью все утром ну и последняя утренняя таблетка это гавайский астрахансин я не знаю как он называется астрахансин некоторые исследования говорят о том что он помогает ну чуть ли не всего и что это очень мощный антиоксидант и так как это моя тема это мой бзик я в общем решила тоже купить себе эту эту травку этот экстракт почему я купила именно это потому что тут дозировка 12 миллиграмм а во всех остальных капсулах по 6 по 4 а тут самое большое одна таблетка в день выглядит как жучок маленькая в отличие от всего остального летом это классная вещь для того чтобы эти у в лучи не повреждали кожу для молодости зрения для молодости кожи для волос и соответственно и ногтей чтобы организм не так быстро разрушался и как бы что еще тут также сказано что это мощный иммунофактор то есть она поддерживает иммунитет а те кто часто болеют возможно тоже должны принимать это по моему вещь стоит брать по моему долларов 30 и хватает его на 50 дней не знаю если для вас это не проблема почему бы в общем идет у меня день идет день потом я начинаю обедать и во время обеда я почему-то решаю что мне нужно срочно обалдеть в общем фиолетовой кислоты фолиевой кислоты так как в обед я обычно не ем ничего кальция содержащего фолиевая кислота помогает усвоить из приема пищи все железо полностью железо гемоглобин для женщины очень важен поэтому я как-то тоже уделяю этому внимание также в обед я съедаю рыбий жир две капсулы рыбьего жира я не знаю сможете ли вы найти подобный вид рыбьего жира это из вентроба ирекина то есть это акулий жир считается что он вроде как лучше и он повышает иммунитет а так как у меня немного понижен сейчас иммунитет мне нужно пить все эти колеса по мне кажется я в каждом видео говорю про эти омега-3 и омега-6 в общем короче они очень важны они поддерживают липидный обмен и позволяют вам оставаться в форме казалось бы очень странно да вы пьете жир и при этом вы худеете ну и в обед я так как я поддерживаю сейчас иммунитет я пью экстракт тахиноцея и зрячески разорвала упаковку вместе с едой я съедаю вот такую вот таблеточку конфеточку конечно экстракт тахиноцея именно в растворе он как-то не знаю лучше усваивается организмом но мне кажется это прикольно конфетки поэтому я как бы повелась и купила именно в такой форме так хотела видимо что разорвала упаковку и так ну и наступает вечер вечером я не так сильно загружаю себя всякими таблетками пилюльками вечером издавинок у меня появляется только цинк девушкам цинк прописывать для того чтобы у них не было никаких высыпаний не было крыщиков или для того чтобы нормализовать гормональный фон потому что он участвует там синтезе некоторых гормонов тестостерона гормон роста и нулина это не самое главное для девушки скорее цинк очень важен для мужчин цинк улучшает репродуктивную функцию поэтому если у вас с этим какие-то косяки в общем начинайте принимать цинк но не только надо еще это не принимать если касательно витаминов но вдруг поможет но не буду совет съедать такой врач конечно и съедаю еще две капсулы рыбьего жира на самом деле на ночь нужно есть жирорастворимые витамины поэтому я на ночь их и ем цинк просто обязательно нужно принимать вместе с едой если вы сделаете это на голодный желудок у вас будет нереальная тошнота очень часто все витамины тот же перфектил девочки отменяют из-за того что у них тошнота но потому что не нужен на голодный желудок или съев один йогурт или яблочко съедать витамины такие сильные как например перфектилы или например тот же цинк терал я советую богатые комплексы витаминные особенно те кто для волос там с цинком вот эти вот все ешьте их в обед когда у вас нормальный прием пищи когда у вас 1 2 3 ну это я грубо люди которые на жесткой диете витамины часто не могут пить из-за того что они пол голодные всегда прием витамина в таком состоянии он конечно же вызывает тошноту а иногда и рвоту ну как бы это все я узнала путем наверное проб и ошибок путем того что я консультировать с врачами путем того что я изучала какую-то литературу поэтому я хочу вам передать свой опыт вот и закончился мой день ведь немалое количество витаминов я принимаю за день и для кого-то это может показаться отталкивающим пугающим что я ем всякую химию если бы я не ела хандроксин с глюкозамином а пыталась восстановить свою хрящевую ткань на коленях которые мне жутко болели там разорванные всеми низки я пыталась их восстановить тем что я ела бы холодец и желе мне бы понадобилось очень много съедать каждый день холодца и желе чтобы восстановить свою хрящевую ткань и прошла бы не как раз не три недели если бы я ела каждый день желе уже через месяц у меня бы очень сильно восстановились ногти и волосы потому что одно время когда я любила желатинки вот эти всякие и желе очень много ела у меня были такие мощные ногти мне казалось я могу ими землю грести закручивать саморезы ну то есть мне казалось что мне невероятно мощные ногти они не ломаются не целая но сейчас у меня тоже нет такой проблемы я не буду дальше углубляться потому что для этого существует google в общем гуглите и часть информации из того что вы найдете будет правдой поэтому до встречи в новом видео я призываю вас питаться правильно и грамотно относиться к тому какие витамины вы пьете и как вы их сочетаете сейчас я как видите вот особо так на витамины налегаю у меня просто какие-то добавки для того чтобы улучшить иммунитет и с какой-то антиоксидантной защитой ну лично для меня это актуально следующий раз когда я начну прием каких-то витаминов и обязательно сниму новое видео и продемонстрирую это вам пока целую с языком конечно же не обязательно есть какие-то добавки вот эту всю химию можно есть продукты богатые витаминами и микроэлементами например возьмем цинк здесь у нас 124 миллиграмма цинка в одной таблетке чтобы съесть такое же количество цинка не прибегая к фармацевтике нужно съесть где-то кило двести кружу то давайте айда вперед или 4 килограмма грецких орехов почему бы нет фолиевая кислота ну ребята ну фолиевая кислота тут один миллиграмм давайте-ка посмотрим я щас возьму и посмотрю в google фолиевая кислота фоли фолиевая кислоты очень много содержится в зеленых всяких листовых салатах в овощах и например если мы возьмем шпинат очень богат фолиевая кислота нужно съесть всего лишь полкило шпината по моему это по силам каш нет также очень много фолиевой кислоты в репе можете съесть 800 грамм репы анемии нет железо усвоилось в общем я сторонник того чтобы пить витамины промышленного производства потому что в шпинате или съесть килограмм тыквенных семечек я не готова например короче есть два лагеря те кто пьют витамины и те кто едят репу я в том лагере которые пьют витамины и ходят периодически в аптеку я люблю аптеку мне нравится фармацевтика считаю за этим будущее именно поэтому люди стали жить дольше потому что медицина развивается в общем все пока не принимайте близко к сердцу то что я говорю это мнение всего лишь одного человека меня кто я вообще кто просто блогер какой-то поэтому я вообще советую всем улыбаться это совет на века и мне кажется если вы будете улыбаться вам могут быть и не нужны эти витамины и и так все будет хорошо